Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о пряже европейского качества испанский производитель фирмы Valencia серия называется Flamingo. Я приобрела данную пряжу в интернет-магазине Кудесница. Ссылочку на этот интернет-магазин я оставлю ниже под этим видео. Поговорим мы о составе пряжи, о изделии, которое можно связать из нее и что получилось у меня. Хочу рассказать свои ощущения, поделиться с вами своими впечатлениями о вязании данной пряжей. Начнем мы с состава. Здесь 40% полированной шерсти, 5% вискозы и 55% акрила. В 100 граммах здесь 375 метров. Как вы видите пряжа достаточно тоненькая, но имеет такое вот красивое объемное кручение и на протяжении всего моточка имеет такую же скрутку, как вы видите на ее поверхности. То есть при вязании данной пряжей я вязала два вида, скажем, изделия. Точнее вид один, но двумя способами. Поэтому тема точки, которую я использовала, мне не попадалось никаких частей распушивания, либо же наоборот утонченных. То есть на протяжении всего вязания была достаточно равномерная крутка данной пряжей. Что мне понравилось, то что в сочетании полированная мериносовая шерсть и вискоза дали такую вот нежную, шелковистую, мягкую пряжу. По ощущениям тактильным очень достаточно нежная. И для тех людей, у кого высокий порог чувствительности, эта пряжа отлично подойдет. То есть те, кто не любят, которая пряжа колется, то есть какие-то там различные нюансы, то в принципе данная пряжа имеет достаточно приятные на ощупь ощущения. Я, честно говоря, даже боялась, что данная пряжа будет при вязании немножечко даже по спицам поскальзывать. Но была приятно удивлена, что этого не произошло. Пряжа ложится аккуратно, равномерно. Единственное, что хотела бы вам рассказать, это то, что при вязании поворотными рядами я использовала носочки вот так вот резиночкой один на один узорчик для носочков и затем перешла на лицевую гладь. Связала носочки поворотными рядами на двух спицах номер три. И как елочкой ложилась резиночка один на один, так и после стирочки елочкой осталась данная резинка. Вот, далее, при вязании чулочными спицами я вязала на пяти спицах. Также номер три использовала ниточку в два сложения оба образца. И начинала я точно так же с резиночки один на один и переходила на лицевую гладь. Здесь же, как вы видите, резиночка достаточно аккуратно легла. При вязании и после обработки, то есть после стирочки, в принципе, сильно, кардинально ничего не поменялось. То есть пряжа каким видом, скажем, была, как ложилась на протяжении вязания, так и, в принципе, осталась после стирки. Далее, что касаемо стирочки, хотела бы рассказать вам то, что я в ходе эксперимента постирала в двух температурах. То есть первые носочки я постирала при 30 градусах, вторые при 40. Начнем с меньшей температуры. Конечно же, всегда рекомендую для вязаных изделий ручной работы использовать ручную стирку, то есть вязать вручную. Не тереть изделия, не перекручивать их, в общем, а просто как бы немножечко прополоснуть, отжимакать и разложить на ровную поверхность, сушить в горизонтальном положении до полного высыхания. Так как здесь полированная шерсть, она, как вы знаете, кто не знает, имеет свойство менее скатываться и появляются вот как бы в ходе носки вязаных вещей такие катышки, то вот как раз таки полируют для того, чтобы этих катышек было как можно меньше. Вот, в принципе, в целом я вам скажу, что полностью они никуда не деваются, даже если появляются, но чаще всего используют специальную машинку для обрезания катышек. Вот, ну что хочу я здесь более уточнить, то что изделия получаются, даже несмотря на то, что связаны в двойную ниточку, достаточно легкими, тонкими, такими воздушными, я бы сказала, эластичными и стрейчевыми. Но я продолжу по поводу стирочки. Вот, я ушла немножечко от этой темы и, в общем, была также приятно удивлена то, что изделие не деформировалось после стирки. То есть я постирала при 30 градусах, даже слегка потерла для того, чтобы более так, ну скажем, проверить на качество после стирки данную пряжу. Пряжа не поменялась, вот, и изделие не деформировалось. То есть я измерила до стирочки изделие в длину, ширину, вот, ничего абсолютно не поменялось. То есть я разложила на ровной поверхности, все как было, так и осталось. Вот, резиночка слегка выровнялась, очень-очень слегка, и изделие также слегка, петелька в петельку, максимально при круговом вязании так и ложится, но немножечко еще выровнялась, мне это понравилось. Вот, водичка была прозрачная, чистенькая, аккуратненькая, то есть все как было до опускания изделия в воду. Второй образец, который я стирала при 40 градусах, слегка окрасилась вода в нежно-нежно-салатовый цвет. Все остальное точно так же, изделие не деформировалось, но при этом, как я уже говорила, вот эта елочка резиночки один на один не выровнялась. Вот, и в принципе изделие лицевой глади, где переход идет, то слегка-слегка петельки расправились. Все, что могу сказать. Изделие также не деформировалось, ни одно, ни второе. Вот, возможно это при правильной сушке, скажем, уже исходя из своего опыта, возможно я уже просто научилась, скажем, стирать и ухаживать за изделиями. Я их никогда не перекручиваю, я их просто слегка отжав распрямляю, то есть ничего я не делаю, никаких лишних движений. Конечно, немножечко я эту пряжу потерла, вот, но не перекручивала, не отжимала жестко, скажем, как это делается нашими бабушками. В общем, просто при стандартной стирке. Вот, и что хочу сказать, пряжа мне понравилась и в ходе работы, и затем уже готовое изделие, когда я одела на ногу, никаких, скажем, каких-то неуютных ощущений у меня не было. То есть все было достаточно мягко, аккуратно. Вот, и, в принципе, мне эта пряжа понравилась. За счет метража здесь очень хороший идет экономный расход пряжи. Пряжа идет объемной крутки, то есть изделия из нее получаются даже в одну нить достаточно пышными и интересными. Вот, также что хочу сказать, то что благодаря составу вискозы изделия из нее получаются менее паркими. То есть здесь в сочетании теплой полированной шерсти и вискозы дает такой вот теплый, приятный, но и в то же время антипарничковый эффект дает. Вот, благодаря полировке здесь в этой серии очень красивые, насыщенные цвета. Вот, и, в принципе, мериносовая шерсть, она всегда оценилась, то есть всегда была актуальная в использовании изделий из нее, максимально прочными и практичными. Вот, и, конечно же, что хочу сказать по поводу того, как сделать носочки на двух спицах и как сделать классические носочки на пяти спицах. Ссылочки на МК я оставлю ниже под этим видео. И когда выйдут видео на моем канале, обязательно вы сможете посмотреть и связать вместе со мной из данной пряжи вот такие замечательные изделия. Также, кто что вязал из данной пряжи, можете делиться в комментариях, также оставлять свои фотографии у меня в группе ВКонтакте, либо на Фейсбуке. И, конечно же, не забудьте поставить мне лайк. Будет много чего нового и интересного, поэтому, конечно же, не забудьте нажать на колокольчик ниже под видео. Будет приходить оповещение о новых видео на моем канале. Всем хорошего настроения, ровных петелек, вяжите с Валенсии, рекомендую. Пока-пока!